Друзья, привет! Прошли первый экзамен, и завтра самый массовый экзамен по русскому языку. Хочется поговорить о том, что накипело и что накидали ребята. Первая, наиболее такая важная тема для обсуждения, это вид одежды, в котором вы должны прийти на экзамен. Я уже не помню, говорил об этом в прошлом ролике или нет, но вопросы продолжают сыпаться, потому что, видимо, основная масса вот идет на экзамен на первый только сейчас. Всех, абсолютно всех, по-моему, учителя закидывают смс-ками, например, такого содержания. Друзья, вы идете не на пляж, поэтому форма одежды строгая, там типа брюки, рубашки, шорты запрещены, короткие майки с коротким околом запрещены, топики запрещены, в общем, все по форме. Что мне на этот счет хочется сказать? После экзамена прошлого, в пятницу, мы с ребятами собрались в такой вебинарной комнате, пообсуждали чуть прошедший экзамен в режиме реального времени, и многие, многие очень обсуждали такой момент, как вытирать пот на экзамене. Потому что ты сидишь в маске, ты сидишь в перчатках, кондиционера у тебя нихрена, конечно, нет, окна во многих регионах боялись открывать из-за того, что вот музаев там всех застращал, что листы разлетятся и работы аннулируют. И ребята, у них реальная проблема, они друг с другом советовались и делились опытом, как они вытирали, блин, пот на экзамене. Кто-то говорил, что ему разрешили взять салфетки, кто-то говорил, что вытирал этой маской, у кого-то пот все-таки капал на лист и все там расплывалось. Ну, это не трэш, ребят. Я вполне допускаю, что в такой жаре просто реально может стать плохо человеку, и экзамен может досрочно завершиться, из-за того, что он одет несоответствующим образом. Поэтому мой здесь совет вам однозначный. Одевайтесь на экзамен так, как вам комфортно. На федеральном уровне нет никаких запретов для свободной формы одежды на ЕГЭ. Еще раз, никаких. То есть, как хотите, так и одеваетесь. Можете убедиться в этом, зайдя в паблик ВКонтакте. Мы там делали опросы с тех, кто уже сдавал. Как вы видите, почти все приходили в свободной форме. В шортах, в майках и так далее. Если вы вдруг сомневаетесь на этот счет, можно позвонить на горячую линию розового надзора, еще раз уточнить, записать разговор с человеком, который сидит на проводе, переслать его своей учительнице, и пусть она уже успокоится. И всех успокоит. Я не понимаю, зачем учителя это делают. Вот им что, удовольствие доставляется, чтобы вы мучились, обливались потом на экзамене, и от этого хуже написали? Но если комфортно человеку в брюках и рубашке писать, пусть он пишет. Если ему комфортнее в шортах и не потеть при этом, да, и в майке короткой. Пусть он пишет. Какое им удовольствие? Причем они, я не знаю, они уперты просто. Я знаю, они сейчас в комментах тоже будут писать, типа, мы же не на пляж идем, вот это вот, знаете. Пусть они сами идут в пионерских галстуках, там, не знаю, на свои заседания. Я ничего не имею против учителей, но я не понимаю этой логики совершенно, поэтому я так говорю. Да, это мое мнение. Почему человек не может прийти на экзамен в том, в чем ему комфортно, если ему это не запрещено? Мы же и на военные сборы идем, я не знаю. Мы с вами, ну, вы, уже не школьники. Вы уже получили аттестат, вы формально к школьникам никакого отношения не имеете. В школу, да, школа имела право заставить вас ходить там в форме, вот в этих жилеточках с эмблемками, я не знаю, в чем там еще, и орать на вас, если вы пришли в джинсах. Я вот сам учился в двух школах, да, сначала в обычной, потом в лицее. И вот знаете, в обычной школе учителя, нет, учителя заучить, директора, вместо того, чтобы привлечь нормальных педагогов, ну, там, более, да, там, качественных. Там, не знаю, возить детей на Олимпиады, там, еще что-то придумать. Они ходили и проверяли, а, засранец, ты пришел в джинсах. Мне вот кажется, чем более дегенератская школа, тем больше там уделяется вниманию цвету волос, цвету одежды, форме одежды и так далее. Вот эта вот тема, когда на улице май, жара там плюс 30, и вот фигачат они в этих жилеточках, знаете, особенно младшеклассники, которые заставляют вот это все носить. Ужас, ну, это я отвлекся. Я к чему сейчас? Вы уже выпустились. Вы сейчас уже самостоятельные люди. Вы уже перешли вот эту границу, да, когда вы подчиняетесь школе и когда вы самостоятельные. Вы уже самостоятельные. Школа просто вам как бы помогает сейчас в этой процедуре сдать экзамен. Устав школы на вас уже никак не действует. Ну и что будет, если вы нарушите этот устав? Вас отчислятся школы, да, ради бога. Вы уже эти статы получили, да. Поэтому, поэтому школа приказывать вам точно ничего не может. Устав школы, вам на него накласть кучу уже, потому что вы из школы выпустились. На федеральном уровне никаких запретов к стилю одежды нет. Надеюсь, все это понятно. Учителя, пожалуйста, объясните, зачем вы это делаете? Почему вы не желаете добра своим ученикам? Пусть они оденутся так, как им комфортно. В шорты, в широкие юбки, потому что там под них можно надеть шорты и запихать туда шпаргалки. Я первый раз услышал сегодня вот про такой способ. Тем не менее. То есть, с этим, надеюсь, все понятно. Посылайте всех куда подальше. Идите в том, в чем удобно. Следующая супер важная тема, это еда на экзамене. Шоколадки, соки и так далее, орешки и так далее. Об этом тоже мы говорили с ребятами, которые уже с экзамена вышли. Зайдите в паблик ВК. Многие делились своим опытом, однозначно всех должны пускать с едой. Тех, кого не пускают, это меньшинство и это перегибы на местах. Вас не могут не пустить с шоколадкой или с орешками. Ну, я бы советовал вам орешки какие-нибудь взять, там, фундук, арахис, что-то такое, что не шуршит, не плавится, дает калории и питает мозг. Вот. Нет такого, как бы, да, запрета принести с собой еду. Рособорнадзор здесь отвратительнейшим образом поступает, потому что в правилах проведения экзамена написано «Еда и лекарства в скобочках при необходимости». Блин, объясните людям нормально. Еда разрешена. Или орешки запрещены. Или шоколадка разрешена, если распаковать до аудитории, до входа в аудиторию и поломать на кусочки, чтобы не шуметь, никому не мешать. Или еда разрешена, но оставить нужно на парте при входе. На этот счет, на этот счет, есть интересный кейс человека, который писал в пятницу экзамен. Он мне написал длинное такое сообщение, мы с ним потом созвонились. Он мне все это еще раз пересказал, но, к сожалению, он откуда-то из сельской местности, как я понял, там отвратительное качество связи было. Не знаю, смогу ли я что-то сейчас ставить из видео, но я вам зачитаю давайте. Ситуация, короче, гнилая. После твоего совета позвонил на горячую линию, сказали, что шоколадку можно. Что значит после моего совета? Мой совет очень простой. Ребят, если вы сомневаетесь в том, что можно брать еду или нет, можно надевать что-то или нет, позвоните на горячую линию разобранного взора, уточните, запишите разговор, перешлите учительницы. Конечно, это не истина в последней инстанции, оператор на том конце провода тоже может ошибаться, но на учителей и на организаторов в пункте при входе экзамена это должно подействовать. Потом спросил, что делать, если скажут оставить в коридоре. Ответили, что мне могут предложить оставить за пределами аудитории, но принуждать не имеют права. Это касается воды. Ребят, если вам не разрешают взять с собой воду, если вам нет возможности у вас там в аудитории воспользоваться кулером, шлите всех нафиг и берите с собой бутылочку на экзамен. Ставьте ее там на пол, не знаю, на парту, если не боитесь бланки залить, и пользуйтесь спокойно. Каждый раз бегать, извините, попить в такую жару, еще если вы, не дай бог, в школьной форме пришли, ну это трэш, это вы просто себе, это может на баллах отразиться. Поэтому, если вам запрещают там вообще какую-то, какой-то воды у вас нету под рукой, это вот шлите всех нафиг и говорите, сейчас мы там будем, так сказать, бороться за свои права. Как конкретно сейчас скажу. Также отметили, что я могу написать апелляцию в случае, если меня не впустят в аудиторию с шоколадкой, и мне будет казаться, что я мог написать лучше. Вот это ровно я всем отвечаю, когда меня спрашивают. Ребята, если вас не пускают со своим калькулятором, с водой, с шоколадками, в шортах, вы говорите, дорогой товарищ организатор, я тебя предупреждаю, что после того, как я выйду из аудитории, напишу экзамен, я сразу же пойду писать апелляцию о нарушении процедуры порядка проведения экзамена, которая обязана будет рассмотреть комиссия. Естественно, что это нужно делать спокойно, ни в коем случае не надо быковать, как-то орать на организаторов, и вообще эмоции нужно в этом случае исключить. В спокойной форме мы говорим. Имейте в виду, что если мне сейчас не понравится, как я напишу, я после экзамена отражу это в жалобе. Соответственно, если вы такую жалобу подадите, вашу жалобу рассмотрят и либо вам назначат пересдачу, либо нет. Но имейте тут единственное, что в виду, во-первых, что если вы будете жаловаться, например, на шум в аудитории, то аннулировать работу могут всей аудитории, всем, кто задавал экзамен здесь. Это раз. И второе, имейте в виду, что если скажут, что права были нарушены, что экзамен прошел незаконно, то потом могут быть сложности с тем, чтобы заднюю дать. То есть сказать, не, меня устраивает мой результат, я не хочу заново идти. Если аннулируют работу, то ее уже аннулируют. Но вопрос даже не об этом. Вопрос не о том, чтобы писать операцию. Вопрос о том, чтобы предупредить об этом организатора, чтобы он не превышал свои полномочия, когда вас не пускают с водой, которая вам нужна, и в шортах, в которых вам комфортно. И это действует. И это действует. Почему? Читаем дальше. Во-первых, так же говорят в Рособранадзоре, а во-вторых, сейчас посмотрим, что это реально действует на реальном примере. Также отметили, что я могу написать апелляцию. Это я вам сказал. Придя в пункт проведения экзамена, мне сказали оставить шоколадку за пределами аудитории. Я им в спокойной форме, красавчик, красавчик, что в спокойной форме, сказал, что мне сказал оператор на горячей линии. Мне что-то сказали, потом я повторил какому-то самому главному организатору, что если меня не пустят с шоколадкой, я буду писать апелляцию. Вот этот главный организатор ушла на 20 минут, с кем-то переговаривала, с кому-то звонила, потом пришла и сказала, что я могу, если надо, поломать шоколадку на кусочки перед входом в аудиторию, чтобы не написали апелляцию другие ребята на то, что в аудитории шум. Ну, дальше он пишет какой-то трешачок по поводу того, что все равно был шум, что заставляли файликом вынимать стаканчики, одним и тем же файликом всех вынимать стаканчики, чтобы пить воду из кулера, но это ладно, это все ерунда. Интересное началось потом, вот тоже к вопросу о ваших учителях. Потом он ушел с экзамена, все ок, как бы сработал механизм, который я ему говорил, но после экзамена ему пришлось идти в школу, и там на него наорала директор. Типа, аргументы, аргументы. Нужна справка, чтобы еду пронести, она борщи на совещание не ест. Ну, извините, ей на совещание, я вот ничего не хочу сказать, ну и думать-то особо не надо, мозги, в общем-то, не особо нужны, правильно? Ну, если сравнивать ситуации на экзамене, когда у вас поступление в ВУЗ от этого зависит, и никого не хочу сейчас кормить, но если по чесноку, да, говорить. Вот, потом тут тоже не борщ, а шоколадка. У шоколадки будет шуметь обертка, но человек снял обертку, ломать буду громко, человек поломал шоколадку перед входом в аудиторию. Другие дети тоже могут подать апелляцию, если будет какой-то шум. Ну да, в принципе могут, но если шума нет, то такой проблемы нет. Короче, короче говоря, вот такая история, и человек такой унылый, на меня наорала директор. А что вы удивляетесь? Вот что вы удивляетесь, если ваши учителя гонят вас на экзамен в школьной форме, что вы там потели все, с мокрой спиной сидели и не могли сосредоточиться. Я не знаю, зачем это делают, это в крови у них что ли, вот. Я не говорю про всех учителей, да, я вот говорю про тех, кто так поступает. Да, ребят, я вас не люблю, вы делаете плохое дело, вы мучаете ребят просто. Потом уже вся процедура прошла, человек уже спокойно пошел, написал экзамен, никаких проблем нет. Все равно на него врут. Вот это меня просто выносит, конечно. Хотя на самом деле все понятно. У вас и у учителей на экзамене разные интересы. Ваш интерес получше сдать, у учителей интересы, чтобы скорее все это кончилось. Их и так достали сейчас с этими поправками со всякими. И сейчас ЕГЭ в этой обостренной обстановке. У них вот когда они приходят на экзамен, у них одно только желание. Чтобы это скорее все кончилось, чтобы спокойнее, без проблем, и чтобы все это скорее кончилось. Конечно, они вас поэтому будут пережимать. И здесь нужно к этому относиться, вот как, не знаю, у кого права есть, когда вы инспектора на дороге встречаете, да, он вас останавливает, вы ему что говорите, там, предъявите документы, на каком основании вы меня остановили, да. Вы говорите это в спокойной форме, вы не быкуете, не орете, да. Чтобы инспектор понял, что у вас свой интерес, у вас же интерес, там, спокойно уехать. У него свой интерес, он хочет, там, с вас взятку поиметь, да. Вы интересы друг друга поняли, и вы спокойно разошлись. Так же и на экзамене. Вы понимаете интерес этих организаторов, им нужно, чтобы скорее все это кончилось с минимальными потерями. Они понимают интерес ваш, вам нужна шоколадка, там, да. И вот на максимально, так сказать, спокойных тонах нужно разговаривать. То есть, еще раз, вот, такая моя позиция. Если ваши права нарушают, в спокойной форме заявляем, что если вы меня не пустите с тем-то, с тем-то, с тем-то, я буду после экзамена писать апелляцию о нарушении процедуры порядка проведения экзамена. Скорее всего, ваши права удовлетворят. Если не удовлетворят, после экзамена, если вы чувствуете, что хотели бы его переписать, пишите апелляцию. Если вы все нормально написали, значит, радуемся и идем домой. Еще что спрашивают? Еще спрашивают про записи на руках. Ребят, записи на руках действительно не делаем. Почему? Была судебная история, когда в суде разбирались с тем, что девочка что-то на руках написала, и из-за этого аннулировали работу. По-моему, ей удалось в итоге оставить свои права. Там признали, что это не шпаргалка, а просто какие-то там записи. Но, если у вас суд, вы уже не успеваете свои баллы совершенно точно поднять до приемной кампании, и это может повлиять только на поступление в следующем году. Про умные часы тоже было судебное разбирательство несколько лет назад. Человек прошел с умными часами. И не помню тоже, чем кончилась история, но опять итог тот, что работу аннулировали, и человек пытался свои права отстоять в суде. Это означает, что он уже не поступает по нужным баллам, да, или вообще не поступает. Ну, вообще не поступает, да, потому что экзамен аннулировали в этом году. Так, что еще спрашивали? Про температуру многие спрашивали, что было с температурой. На этот счет вконтакт зайдите, посмотрите. Там мы сделали опрос среди ребят, которые уже сдали экзамен. В общем-то история такая, что почти никого не разворачивают. И если у тебя повышенная температура, тебя либо пропускают, либо говорят, чувак, посиди там в сторонке, остынь, успокойся. Мы у тебя померяем еще раз температуру и пустим. То есть пока что единичные какие-то случаи выявлены, единичные сообщения я получил о том, что кого-то действительно развернули, и это, видимо, была действительно высокая температура. Как-то так, удачи вам всем огромной на русском. Те, кто сдают математику, у нас сейчас есть возможность написать пробник на время с проверкой. Я буду проверять вашу работу согласно критериям на экзамене, и можно присоединиться к видеокурсу Егора по физике финальному. Там он старается в небольшой, на самом деле, компании общаться с вами в прямом эфире, отвечать на ваши вопросы и продуктивно тратить последние дни перед физикой. Всем удачи, всем пока, вы все справитесь, вы все лучшие.